быстро просто сытно и очень вкусно буквально за 10 минут можно приготовить вот такую красоту и ставим его в духовку это очередная вкуснятина из лаваша я хочу показать как она выглядит на срезе потому как я режу видно насколько он мягкий ну а теперь посмотрите какая красота у нас получилось и это не только красиво это очень вкусно и я уверена вам обязательно понравится наш рецепт вы будете готовить для своей семьи но если вам нравится подробные пошаговые рецепты вы подписывайтесь на мой канал и мы вместе будем готовить вот такие изумительные кулинарные шедевры поехали всем привет с вами домашняя кулинария и если вам надо быстро просто и очень вкусно приготовить завтрак для всей семьи значит этот рецепт специально для вас и для начала в моей миске сейчас творог я взяла 400 граммов пастообразного творога куда надо будет разбить четыре яйца а теперь творог с яйцами блендером мы должны превратить в однородную массу смотрите какая однородная масса у нас получилось а теперь я сюда вливаю 200 миллилитров молока и все немного перемешаем вот так вот все хорошо перемешали я убираю блендер а теперь я на время отложу нашу миску и мы берем сыр который натираем на крупной терке вот посмотрите сколько сыр у нас получилось я на терке натерла 100 граммов сыра и 30 граммов нам еще понадобится для того чтобы оформить наш пирог весь сыр я пересыпаю в нашу миску все это перемешаем и последнее что нам осталось я беру свежую зелень у меня кинза и немного укропа если вам не нравится запах кинзы вы можете взять петрушку получается тоже очень вкусно и вот так все мелко нарезаем а теперь всю нарезанную зелень я добавляю в мою миску сюда же соль добавляем по вкусу в случае если ваш сыр мало соленая и все начинка готова и мы начинаем формовать наш пирог вот такая вот красивая и вкусная заливка или начинка у нас получилось ну а теперь я беру форму для запекания и я подготовила лаваш который нарезала по размеру моей формы ну а для начала на самое дно я выкладывают два больших лаваша первый лаваш я вкладываю вот таким вот образом ну а второй крест-накрест взяла я лаваш чуть чуть больше размера чтобы моя начинка не вытекала размер моей формы для запекания 28 на 18 сантиметров ну а теперь вот таким вот половником я заливаю лаваш и беру один есть лаваша и вот так вот закрываем снова сверху заливку или начинку равномерно распределяю по всей поверхности и снова закрываю слоем лаваша и таким образом я собираю весь пирог до тех пор пока не закончится вся начинка и сколько слоев лаваши у меня пошло я обязательно скажу в самом конце я уже выложила последний слой и вот таким вот образом мы закрываем весь наш пирог ну я взяла один из обрезков лаваша и закрываю середину оставшейся заливкой я заливаю пирог ну вот такой пирог у нас получился и последнее что нам осталось я натерну на терке чуть-чуть сыра для того чтобы оформить наш пирог кроме нижних два слоя у меня ушло еще шесть слоя лаваша в весе я говорить не буду потому что у всех лаваш разный бывает дрожжевой без дрожжевой но в среднем 300 граммов лаваша будет достаточно вот для такого пирога ну а я нашу форму для запекания ставлю в духовку при температуре 180 градусов 20 или 30 минут смотрите по своей духовке до готовности и я покажу вам что у меня получилось посмотрите какая красота у нас получилось пахнет изумительно он еще немного горячий я обязательно покажу как выглядит на среде ну а если вам понравился наш сегодняшний рецепт вы подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии нажимайте на колокольчик и делитесь рецептом соц сетях всегда ваши всегда с вами домашняя кулинария пока и и